Жители нескольких пятиэтажных домов центрального округа протестуют против строительства многоэтажки практически у них во дворе. Люди считают, что близкое соседство с высоткой лишит их двора и парковочных мест. А из-за строительных работ появились трещины на стенах панельного дома. Как вышло, что даже департамент архитектуры Омска, который, собственно, дает разрешение на возведение новых объектов, теперь не может повлиять на ситуацию в сюжете Елизавета Васильевича. Десять лет назад на участке, где сейчас находится строительная площадка, был сквер, говорят жители соседних домов. Сейчас здесь вырыт котлован, работы ведутся периодически, паспорт объекта отсутствует, а забор, которым когда-то оградили стройку, вообще лежит на земле. Ни детской площадки, ни парковки, только узкая проезжая часть. Нина Пахоменко рассказывает, что здесь и раньше было тесно, но тогда была хотя бы зеленая зона возле дома. Там родители гуляли с детьми. Теперь придется искать другое место. Наша территория была. Потом вдруг раз, перемеживание, и она короче. Пришли, поставили здесь всякие колышки. Сначала ставили там, где дорожка, а потом здесь. Здесь у нас и гулять будут, с малышами ходят, и машины здесь подъезжают, и скорая помощь, и пожарные. Рабочие также перегородили единственную пешеходную дорожку, которая вела из микрорайона в поликлинику. Теперь дойти туда можно только по проезжей части. А то, что строят, оказалось для людей сюрпризом. Сначала говорили о том, что это будет невысокое административное здание. Но, видимо, застройщик передумал. Иначе как объяснить то, что сейчас здесь возводят 21-этажный жилой дом с двухэтажной парковкой? На стенах соседней пятиэтажки уже появились трещины. Старое здание не выдерживает строительных работ по соседству. Управляющие компании, которые относятся о дом, заявили, опасения за состояние дома действительно есть. Возможно, при строительстве, если котлован будут они рыть, как свая технология, мы не знаем, нам никаких документов не предоставили. Возможно и проседание грунта. И если подземная парковка, как они говорили, что будет, то, конечно, может быть и проседание произойти инженерной коммуникации. Тем не менее, разрешение на возведение объекта у компании «Стройинвест» есть. Правда, получено оно уже после суда. Департамент архитектуры Омска пытался отказать в выдаче документов. Чиновники заявили договором аренды, возведение жилого здания не предусмотрено. Участок изначально был оформлен для общественно-деловых целей, а не для строительства высотки. Впрочем, арбитражные сутомской области такие аргументы не убедили. Хотя, согласно выписке из Росреестра, вид разрешенного строительства на этом участке – жилые дома не выше 10 этажей. Также не вызвало вопросов то, что директор «Стройинвеста» по сути не строитель, а занимается управлением компанией «Мелком», которая в свою очередь принадлежит депутату законодательного собрания Омской области Сергею Калинину. В самой компании уверяют – у них все по закону. Есть разрешение на строительство. Придет время, как положено, повешают паспорт объекта, и вся информация будет открыта для всех желающих. А он сейчас будет в стадии разработки. Срок аренды на участок, где ведет строительство «Стройинвест», заканчивается в декабре 2017 года. А значит, еще минимум 7 месяцев на участке могут идти работы. Местные жители уже написали заявление в прокуратуру. Елизавета Васильевич и Алексей Попов. Новости здесь, Омск.